Все, Господи, благодарим Тебя, что Ты создал этот мир и показал человеку, как служить Ему. Человек, рожденный на земле, должен знать смысл жизни. И мы пришли вот в эту рулетку, в Содом и Гаморру, чтобы людям рассказать об этом. Я сейчас вот так же одна вышла, я гляжу, женщина нормальная, я говорю, вы хотите узнать, для чего человек живет-то? Она маленько так подвинулась, рядом парень лежит, они в постели лежат. Он вот так грудью взял, раскрыл у нее сосок, грудью, давай сосок ее мять придать, мы первый раз видим. То есть он ее женщину в копейку не стоит. Я говорю, у мусульман, за 1300 лет ни одна не позволила этого делать. За 1300 лет ни одна мусульманка не позволит этого делать, она тебе горло оторвет. А вы что делаете? Я говорю, ты сама себя не ценишь, она давай материться. Понимаете? Люди, которые не имеют страха Божия, они не знают, зачем они живут. Соломон, притча, первая глава, седьмой стих говорит, начало мудрости, страх Господень. Страх. А я говорю, а что такое совесть? Она не знает, она говорит, покажи мне на мужчину. Я ей опять говорю, нужно считать, показывай вот так. Взял и показал, говорю, вот смотри, вот видишь написано. Я говорю, вы знаете, что такое? Она лежит рядом, покажи мне, и на требуху показывает опять. Она одно и то же повторяет и повторяет. То есть у нее нет ни одного алфавита. Все вышиблено. Почему? Без Бога. И вот одна, вот эта рулетка, она проиграли все сатане. Она вобрала все мерзкое самое. Мужчины с мужчиной блуд творят. Богохульники. Это садамиты. Я говорю, вас лечить очень просто, как в Судан или в Тунис на один день. А потом с 20 этажа вниз головой. Там не потерпят. Отец, вы через эту камеру проповедуете людям? Да. Мы говорим о Боге. О том, как жить для Бога. О том, что Бог послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, который умер за наши грехи. И мы имеем жизнь вечную. Мы верим в это. Я за это заплатил. Я верю, да? Да, я заплатил за это тюрьмами и лагерем. 26 лет мне, говорится, выкручивали, что можно открутить. А я остался живой. И проповедую людям о Христе. Не просто я так с улицы пришел, взял Библию и считаю. Я заплатил за нее четвертью века. Хорошо быть с Богом. На душе всегда легко. Господь сказал, Христос, Евангелие от Иоанна, 15, глава, 5 стих, говорит, без меня не можете делать ничего. Ну, имеется в виду добро. Без Бога-то сатана научит. И вот у нас один брат вышел на одного, и он оказался гомосексуалист, садомит. Стали молиться, как он начал бесновать, орать грудь на себя, крещать, орать, бес в нем. А тогда брат наш Сергей говорит, бес, выйди из него. Мужчина зашелся в такой панике, а потом надел маску на черта похожий. Вот это жизнь садомита. А то геи разные. Без Бога нет ничего. Есть мерзость запустения. А с Богом радость. Я благодарю Бога за все, что такое утро у нас сегодня прекрасное. Что у меня голуби, у меня голубятни. Ну, еще бы брат приехал, священник, сегодня богослужение будет. Такая радость везде. А безбежника ничего нет. Он знает только блуд, ниже пояса. А там мозгов-то и нету как раз. Там только отходы от человеческого организма. Человек должен быть. Чело, чело, лоб, век, щело, век. В вечности ни один днем живет человек. То есть разум, совесть направлены к вечности. Как с позиции вечности это будет выглядеть? Вот сегодня уже можно поставить свои чувства под контроль. Я рассказываю тут, читал, как люди относятся. Я христианин православный, но в мусульманке заболел зуб. Как у нас? Собралась, пошла к врачу. Там не так. А почему? Потому что врач мужчина. Ну и что? Эээ, мужчина, женщины. Так это в больнице, в кабинете. Эээ. Он мне отвечает, нет. А они пошли, отец и брат. Ему врачу сразу сказали, ниже подбородка руку не опускать. Он знает, почему они оба сидят рядом и оба руки на кинжале держатся. Вот как, пример какой. Спрашивает юноша, 16 лет, такой нормальный, видно, что, может, класса в 10 кончил, нет. Ну и разговаривали с ним. Вот скажи, у тебя отец, как он говорит, отца нет, он погиб, он шахидом был. А мать? Ну, мать одна, нас трое. Вот сестра у меня и там меньше братишка. Все как надо рассказывать. Ну, а мать будет приводить мужчину, как вот, ну, как, у русских, то есть, как мужчину. Так она же не замужем. Ну, а приводит на ночь. Он поставил маленько, зарежу. Зарежу. 16-летний еще ребенок. Он говорит, ну, сестра подрастет и будет парня вот так водить или встречаться. Он поставил маленько, зарежу. Мы не одобряем это, но однако, однако. Вот они где-то в Чечне были там, а зашли в Дагестан. Ну, и согнали людей-то. И его сестренка, что-то ей там, которое охранял. А он совсем маленький, 15 лет, что ли. Он изловщился, автомат выхватил у него и расстрелял. Его-то, конечно, убили сразу. Он мою сестру тронул. Вот как смотрят. Это нам пример. Думать надо. А как Господь за нас заступается. Как Он любит нас. Мы Его творение. Мы согрешили, а Он за нас Сына отдал. Мы вот молимся, чтобы Господь послал проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И рассказал о любви, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот мы спустились в эту рулетку. Я уже здесь второй месяц нахожусь. Есть люди, которые желают послушать. Желают узнать. Мало того, я иногда так захожу, то я говорю, ой, Игнатий Тихонович. Я говорю, откуда вы узнали? Так я у вас, говорит, на вашем Ютубе все время. Сколько людей уже встретились. У нас Ютуб 14500 роликов. Мы строим православную деревню. У нас миссионерская поездка была от Владивостока до Лиссабона. У меня 38 книг, я их дарил во всей библиотеке. Встречи с мусульманами были. В доме мулы ночевали в Баку. И все снимки. Все это на видео снято. Нам есть что рассказать. Без Бога жизни нет. Без Бога есть только гниение. А с Богом, когда страх Божий, я хожу на исповедь, причащаюсь. Господь ощущает человека, дает жизнь новую. Да, отец, я это знаю. Вот так. Я сам проповедую людям. Но через жизнь не этого, а на живое. Людям рассказывают о Иисусе Христе. Да. Что Иисус Христос умер за нас. Да. Это главный... Я родился в семье мусульманов. Я сам по национальности азербайджанец. В Азербайджане мы как раз и ночевали в Баку у мулы. Да. Я родился в Азербайджане и вырос в Новосибирске. А Новосибирск рядом с нами. Мы из Барнаула. Наши соседи. Да. Вообще. Да. Сейчас в данный момент живу, работаю в Москве. Я три года назад принял Иисуса Христа. Да. Вон как. Да. Вот. То есть мне после этого, ну у меня значительно... Не то, что значительно, мне даже... Поближе к микрофону маленько, поближе, а то слабо слышно. Слабо слышно. Вот так слышно нормально? Да, получше. Да, получше. Да. Ну вот у меня жизнь изменилась на стопроцентную. Я стал другим человеком. Но есть у меня нюанс, который... Как бы, да, вот этот дьявол, что говорит там, да, у нас в Библии, в дьявола одна мысль, то, что прийти, украсть, погубить, убить там. Да. У меня то, что дьявол сейчас меня как бы зацепляет, чтобы не отпускает меня до последнего, это, который держит меня, это курево. Вот. Я знаю, что делают грех. Это Господь не любит, не приветствует, чтобы я курю. Вот. Так, то есть, даже я разведенную, два раза был я женат на первый и на второй. Ну, у меня получилось так, что у меня брак неудачный. Не знаю, почему. Вот я молюсь за это. Надеюсь, Господь меня... Я верю, я не то, что надеюсь, я верю, что Господь меня даст, я не тороплюсь мою вторую половину, когда надо, в то время, в ту минуту. Я не тороплюсь, как бы, с кем-то познакомиться, пожениться или, там, сходить. У меня нет такого, как раньше, блуд, там, допустим, познакомился, пошел поночевал, побухал, там, вот. У меня этого нету, слава Иисусе. И у меня есть сдержание, которое я, как бы, да, нахожусь благодаря Богу, благодаря Господнему нашему. Я постараюсь, у меня, как бы, есть, на будущее, как бы, у меня есть планы. У меня планы есть, я не знаю, это насколько право, насколько серьезно. Я хочу поехать в Азербайджан, когда, ну, сейчас дела свои сделаю, если получится, дай Бог, амин. Я буду Баку проповедовать людям о Иисусе Христе. Ну, я знаю, что это нельзя мне посадить, там, это очень страшное дело. Вот. как бы, это страна, вообще, это страна, это республика, как бы, мусульманская, да, республика, но там это не будет приветствовать, там, как бы, меня могут и убить, и всякие там, да. Ну, я буду этого делать, я прямо хочу, чтобы, как бы, донести людям, людям, которые, даже вот это, мусульманам нашим, братьям, ну, мы все братья и сестры, мы все родились от Ева и Адама, мы все потомки Адама, то, что сейчас отличается нас от кожи, от всяких веры, как сказать, мы все дети от Адама, мы от единого Адама, мы все, мы, инородный. Вот, ну, просто у нас веры разные, где-то были, когда-то, там, еще в Ветхом Завете об этом говорится, да, то есть были всякие там язычники, вот. Погромче еще говорите, чтобы лучше слышать, а то я плохо слышу. А так нормально? Да, ну нормально, погромче, это просто голос, поднапрегите. Я говорю то, что, ну, даже в Ветхом Завете есть о том, что, ну, как были различные веры люди, да, то есть, это вера откуда пошло-то, ну, на самом деле, ну, вообще, это, то есть, даже не до Нового Завета, да, вы сами ведущие, вы сами читаете Библию. В Ветхом Завете я не помню, по-моему, в Ветхом Завете есть на этом, как ее, что вообще, ну, в это самое, как сказать, наш Отец Небесный Иисус и Мухаммед, пророк, они вообще, как бы, как бы, братья там, они, получается, как бы, там, ну, не родные, они братья, от единого потомства, как бы, идет. Вот. Ну, просто, не знаю, как-то там, просто, вы знаете, честно скажу, я вам, вы слышите, да, мне? Я слышу. Я слышу. Да, я, как бы, смотрю, да, наших народов, наших, что творится в нашей стороне, да, почему так происходит безбожие, вот. Ну, просто, ну, как бы, я боюсь, я, не то, что боюсь, я переживаю за тех, вот, людей, они живут безбожие, чтобы, как бы, донести, чтобы есть Бог. Там, это, это, то, что мы сейчас живем, это в плоском мире, в плоском мире, мы там, и наш вечная жизнь там будет, и за это надо, для того, чтобы быть рядом Отцом Небесным, то есть, находиться, для этого надо служить, любить Бога и познать Бога. Но люди, ну, как ты, люди не хотят этого, люди не понимают это, люди отталкиваются от этого всего. Возврат везде вокруг, возврат, лукавство, там, то, что вот это, всякий хомосексуализм, такие-то там, непонятные, и, как бы, убийство, неубийство, насилие детей, женщин, мужиков, там, пенсионеров. Это настолько, ну, знаете, реальный дьявол, сатанан захватил полностью этот мир, да, то есть, людей под себя. Это, это даже, мне кажется, ну, как, скоро уже, как бы, придет наш Отец Небесный, все равно, уже, уже бы, по-моему, время подходит уже, потому что дальше уже, как бы, не куда, мне кажется, что Бог, как бы, видит это все происходящее, да, то есть, смотрит, уже, по-моему, уже терпение не лопнуло, скоро лопнется нашего Всевышнего Господня. Это очень страшно, на самом деле, очень страшно. А вы ходите в церковь куда-то, или куда-то с сектантом ходите? Не, почему сектанты? Вот вы веришь, и вы говорите сектанты. Я евангелиец-пятидесятник. Так это же не церковь. Ну, как не церковь? Ну, как? Они когда возникли-то, когда? Вы историю-то знаете, что это, в девятнадцатом веке? В четыреста тридцать четвертом году. В девятнадцатом году, а сказать, веки, да как Христос церковь основал и не сказал, создам церкви, но одну церковь-то, а они никакого отношения к церкви не имеют, просто вышли, провозгласили себя, в Америке 2000 названий, сегодня 20 тысяч названий, 20 тысяч разных, у кого... Нет, вот смотрите, я знаю, вот смотрите, я как-то себя вопросом задавал и молился, и как бы было у меня откровение, и я это откровение понял. Иисус что сказал? Где больше двое собираются, там и церковь. Нет, они сказали, такого нет нигде в Библии, что там и церковь. Нету такого в Библии. Это враг придумал. Он сказал, не собираются. Вы допустили сразу четыре ошибки в одном предложении. Иисус сказал, где двое или трое не собрались, а собраны Духом Святым. Во имя мое, второе. Там и я посреди них. Но не церковь. Нет, это не церковь. Это люди в тайге заблудились где-то. А почему вы так пьете часто? Вот в рулетке все пьют и едят, пьют и едят. Даже во время разговора, вот это один из признаков того, что не все нормально. Как так? Мне 80 лет, я никогда не позволю себе, если я на трибуне выступаю или где-то, чтобы хлебать в воду там. Зачем же это? Я говорю о важных делах, и вдруг чрево мое. Людям еще приятно смотреть в рот мне, как я воду туда заливаю. Я проповедник. Мне приходилось в больших собраниях у пиесятников выступать, у баптистов. Я их знаю очень хорошо. От них люди пришли к нам в православие, стали священниками. Вы, если зайдете на наш Ютуб, Ютуб-канал, он называется «Во свете Библии», вот запомните, «Во свете Библии», меня звать Игнатий Лапкин из Барнаула, там у нас 14 500 роликов. Это вообще, почему? Большая работа, у нас все снимается. Вот мне Господь позволил написать 38 книг о жизни, как я был в тюрьмах, там все, о жизни во Христе как, это большие книги, и я решил их подарить библиотекам мира. Проехали из Барнаула до Владивостока, порт находка, а потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику. 650 городов посетили, Турцию прошли, 6 мусульманских республик, в доме Мулы ночевали мы в Азербайджане, были в Баку, у нас хорошие отношения с мусульманами, но мы им говорим, что ваша вера не спасительная, спасает Христос, Он умер за нас, умер. И все вот у нас заснято. Мы строим православную деревню, 50-ки церковь, чего ради-то? Все ветхозаветнее было прообразом. Вот в Ветхом Завете было обрезание, но оно указывало на крещение. А где написано? Колоссиным, 2 глава, 1-10 стих. И вы обрезаны, Павел говорит, обрезанием нерукотворенным, обрезанием Христовым, быв крещеные. Ну, тут все ясно. Этого нельзя отвергать. Вот все ветхозаветнее указывало на Новый Завет. И ветхозаветнее, вот, а ягненок указывал на Христа. Евангелие от Иоанна, 1-29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мы должны это верить или нет? И далее Господь говорит, я создам церковь, я, он, не пятидесятники. И он ее создал в день Пятидесятницы, 2-я глава Деяния Апостолов. А эти люди откуда они взялись-то? Баптисты, мормоны, свидетели Игов. Это только... Каких только названий нет. Вот у нас здесь есть Новая Жизнь. А Новая Жизнь в соседнем районе газета уходит районкой. То есть, ну, это безумие. А одна церковь, одна, которая идет от апостольских времен. А мы от Христа, я говорю, ну, назовите теперь во втором веке, кто ваши люди, пятидесятники? Ни одного. В третьем веке, в четвертом, пятом, десятом, пятнадцатом, одного назовите, нету. Кого вы обманываете-то? А у нас же те святых, я издавал их, 1173. На каждый век я скажу, сколько, которые прославлены. Как они умерли. Вы слышали, что Христос брал ребенка на руки и говорил, таковых я, Царство Небесное. Да, а как его звать ребенка? Они не знают. А что они знают, когда они не церковь? Они еретики все. А церковь знает. Это Игнатий, богоносец, будущий епископ города Антиохии. У него шесть посланий осталось. А посланий? А у них ничего нету. Нету ни одного послания, ни от кого, ни одной буквы, потому что их не было. Это не церковь. Так вот, в Ветхом Завете, самая страшная глава, только вы внезапно не отключайтесь, не отключайтесь. Это число, 16 глава, число. Там люди некоторые восстали против Моисея. И говорят, а чем мы хуже вас? Мы тоже верующие. Двое, трое сособраны. А их трое было. Дофан, Аверон и Корей. Дофан, Аверон и Корей. И вот я когда вел занятия, я в пяти университетах вел занятия сразу. Три радиопрограммы вел. Во всех отделах милиции, воинских частях у меня широкий круг благовестия. Я говорю, ну, тут юристы сидят. Я доску расчерчиваю гриппельную. Вот здесь вот преступление, а тут наказание. Вот юристы, вы можете доказать? Я пишу. Десять суток. Ну, это там где-то или оправился там, или заматерился. Ладно. Год. Ну, это посерьезнее. Там, может быть, курицу своровал. Десять лет. О, это... Они называют точно. Я говорю, смертная казнь. Ну, когда еще она была, меморандума не было. Ельцинского. Ну, знаете, это маньяк. Это детей малолетних там насиловал, или больше трех человек убил. Я говорю, живьем в ад. Так такой статьи, говорит, нет. Нету, нету. Я говорю, есть. Есть, вы ее не знаете. Где? Числа, 16 глава. Дафанов, Ирон и Корей. Мы такие же. Почему вы возвышаетесь? Моисей и Арон. Мы ничем не хуже вас. То есть они начали отделяться. Строить секту писятиков или баптистов. Моисей говорит, завтра Господь явит чудо свое. Если вы умрете обыкновенной смертью, значит, нормально. Но если не обыкновенной, что все признают, значит, вы проклятые, вы в ад пошли. И на завтра, когда собрались, они вышли, стоят, с ними рядом люди. И тогда Моисей закричал, отойдите от них все. Жены, дети, все. Никто не отошел. И земля разверзлась, и живьем в ад все ушло. Это сектанты. Это прообраз, кто от церкви отделяется. Писятики, баптисты, они от церкви отделились. В Ветхом Завете была тень будущих благ. И Павел, когда перечисляет 1 Коринфянам, 10 глава, 5-11 стихи, и говорит, вот это были образы для нас, достигших последних веков, чтобы мы не были походливы на злое, как они. Самый страшный грех отделиться от церкви. Живем в ад. Это не я сделал, это Бог сделал. Тогда объясните, зачем это Бог показал? Это были образы для нас написано. Вот и весь ответ. Это не церковь. Церковь однажды основана Христом была. Однажды. Дух Святой сошел. Обратились и всякого народа. И вторая часть, это 10 глава, для язычников открылась половина двери. Корнилия дом. Все. И вот мы православные, мы можем показать. Смотрите, как мне вас найти вообще, чтобы этот, как его? Мы с вами хотя бы каждый день по полчаса говорили Слово Божие, проповедовать. Слово Божие проповедовать, а говорить нужно истину. А у нас толкование святых отцов дано. Каждый стих истолкован. Самые великие мужи веры с первого века. Вот Ян Златоуст, у него 12 томов осталось. Такая сохраненная. И когда считаешь, как будто ты ничего не знаешь. Как он растолковывает Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна. А что такое откровение от Андрея Кицарик и Падокийского? В 4 веке все уже растолковано. Вот у меня вышел трехтомник. Но вам его не видно здесь. Каждый том, 752 страницы. Новый завет с толкованием. Весь. Весь с толкованием. Как было с первого века растолковано. И там такие подробности. Притом против всех стихтанских течений. Все объяснено. Как они возникали. Церковь это то, что сохранило рукоположение от апостольских времен. Вот апостолы рукоположили епископа. Потеет епископа еще и епископов. И так до наших дней. До наших. Вот это рукоположение сохранилось только у кого? У католиков, у православных. Григория на армян, коптов и сирийцев. Вот пять. Которые сохранили. Они с разными, может быть, недостатками и прочее. Но это церкви. Она единая церковь. Но разделилась благодаря заблуждениям каким-то. Нас Господь зовет. Отец, прошу прощения. Мне просто ехать надо. Пожалуйста. Во славу Божию. Вы, если думаете по скайпу, зайти побеседовать. Игнатий Лапкин. Зарядите. Я один с этой фамилией и именем. Игнатий Лапкин. По скайпу. А если вы зайдете, Игнатий Лапкин, на канал, YouTube. Игнатий Лапкин, сайт напишите. На сайт зайдете. А на сайте там море. Там фильмы у нас сняты. Хорошо. Вот так. Хорошо. Берегите себя. С Богом. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Аминь. И вас там. Во славу Божию. Во славу Божию. Обычно так. Все куда-то торопятся. Как правило. Или когда говоришь, выключают. Или куда-то торопятся. Результат почти один. Вот удивительно. Не работать надо. Да благословит вас Господь. Спасибо. Во славу Божию. Как вас звать-то? Эльвин. Эльвин? Да, Эльвин. Да благословит Господь Эльвин. Спасибо, отец Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Божию. Слава Божию. Слава Христу.